Виталий Володимирович Кличко, запитание от фракции Виталия Володимировича Кличка. Прошу, сам генеральный фракции. Мы услышим план этого выхода нашего города из физики. И когда Леонид Черновецкий будет не виртуально, а реально руководить городом? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Виталий Володимирович, большое вам спасибо за вопрос. Меня невозможно обидеть, потому что я большой поклонник вашего спорта. Вы знаете, я всегда вам лично об этом говорил. Я вам скажу следующее. Во-первых, вы гордость Киева и Украины. Я отношусь к вам с уважением и как к депутату, и как к спортсмену. Действительно, я слышу, если я бываю в других местах, не только в Киеве, о том, как вас уважают и любят. Мне приятно всегда с вами говорить. К большому сожалению, за три года моего пребывания на посту мэра мы встретились всего с вами один раз. И то, когда вам нужно было получить два гектара земли под ваш боксерский. Это правда. Все вопросы, которые вы задаете, они млявые. Они не похожи на героя. Они похожи на человека, на человека-кляузника. Вы красивый парень. Зачем вы это делаете? Просто стык-позор. Сейчас я, позвольте. Дальше я вам скажу следующее. Вам нужен план. Это ложь с вашей страны. Я у вас в тайге... Виталий, Виталий Владимирович, это чистая правда. Вы можете подать на меня в суд. Виталий Владимирович, я вас прошу, есть вопросы по суду? То, что вы были у меня один раз. Это правда? Виталий Владимирович, за все время... Мы вас многократно в кабинете с фракцией, мы полностью разбирались, приглашал вас по фракции. Ну вы врете. Вы просто врете. Я не по этой части. Я не по этой части. Я готов с вами публично подискутировать присутствие телекамер по поводу плана. У вас никакого плана, кроме плана на бой очередной в боксе, не существует. И никогда не было. Вы работаете и живете по планам боксерских боев. И больше ничего. А то, что вы говорите, неправда. Я вам смотрю в глаза. И вы неубедительно говорите. Как-то так уж тоскливо. Стыгно. Не хочу. Спасибо. Сейчас не время. И все, что вы говорите. Вы что не знаете о кризисе? Вы говорите о двух миллиардах. Вы не знаете о том, что у нас изъяли из города семь с половиной миллиардов гривен. А что вы сделали для того, чтобы их вернуть? Дякую. Шановненько. Шановненько. Я пропоную залишаться на засадах того, что эмоции все-таки не повли. Простите меня. Я эмоциональный человек такой же, как я. Правда, я. Не ваша весовая категория. Шановненько. Шановненько. Я это уточню. У меня от меня никто никакой земли никогда не получит, пока я живой. Да? Ни по договору, ни почему. Я дам документы, и мы посмотрим с вами о том, каким вопросом вы ко мне обращались. Прямо в начале моего марса. Виталю, нас будет много цикаво. Я их подниму. Виталю Владимирович, давайте, давайте, давайте якусь. Виталю Владимирович, я прошу вас займати свои, я прошу вас займати своє місце. Я прошу не переводити дискуссию із професійною, яка стосується безпосередньо информации, яка сегодня задавалась. Виталю Владимирович, ну, пожалуйста. Виталю Владимирович.